Привет, друзья! Сегодня мы с вами снова садимся в машину времени, забываем про невзгоды 2020 и отправляемся на два года назад, чтобы вспомнить еще один наш проект из цикла «Счастливо найденных на восстановленном жестком диске». В июне 2018 года из нашего цеха вышел очередной проект на базе NorSilver Pro 610 Fish. Как и все работы Boat Lab Pro, данный проект вобрал в себя уникальные технологии и разработки нашей лаборатории, а также пожелания заказчика. Обо всем этом по порядку, ну а пока немного предыстории. За два месяца до выпуска этой лодки из доков Boat Lab Pro с нами связался ее будущий владелец с просьбой помочь ему с выбором. Основным критерием была универсальность, то есть клиент планировал использовать лодку для любительской рыбалки, время от времени устраивая на ней семейные прогулки на воде. Boat Lab Pro, являясь дилерами продукции компании Silver Boats, предложила заказчику лодку NorSilver Pro 610 Fish. На наш взгляд, в этом судне получилось идеально совместить все, что нужно и для современного рыболовного катера, и для полноправного члена семьи, призванного с комфортом и безопасностью катать с ветерком всю семью нашего заказчика. Давайте же познакомимся поближе с лодкой. Итак, NorSilver Pro 610 Fish выпускается на заводе Silver Boats в городе Санкт-Петербург. Да-да, эти лодки американского типажа делаются у нас, в России, а постоянные зрители нашего канала не понаслышке об этом знают, ведь совсем недавно у нас вышло обзорное видео, где мы прогулялись по заводу и рассказали изнутри обо всех этапах производства этих замечательных лодок. Так вот, ввиду того, что не нужно тратиться на перевозку, растаможку, да и просто переплачивать за бренд, на выходе получается значительная экономия. Плюс ко всему, производитель всегда открыт для диалога с клиентом, поэтому каждый заказчик может заказать лодку именно под себя, выбрав нужную комплектацию и оснащение, исходя из личных потребностей и пожеланий. Однако вернемся именно к нашей лодке. Как видно из названия, длина ее с учетом криналиновых площадок 610 сантиметров, ширина аж 244 сантиметра. С такими габаритами удобно и ловить рыбу в компании друзей, и наслаждаться речным воздухом с семьей. Можно даже загорать, причем лечь можно даже поперек кокпита, ширина позволяет. Корпус судна выполнен из алюминия, с толщиной по бортам 3 миллиметра и 4 миллиметра по днищу. Келеватость 20 градусов, что характеризует морской типаж лодки. Однако, несмотря на это, лодка очень устойчива в статике. Можно с одинаковым комфортом ловить рыбу с любого борта. Да и дети могут бегать и играть по всему кокпиту. Лодка будет стоять, как вкопанная. Кокпит лодки надежно закрыт каленым стеклом американской фирмы TaylorMade. Стекло очень прочное, не боится царапин, имеет минимальное искажение на углах. На американских лодках Allumacraft стоят стекла именно этого производителя. Отдельно хочется отметить калитку для доступа с кокпита на переднюю палубу. Некоторые производители не устанавливают эту немаловажную деталь, считая это лишним. Однако, с суровым российским климатом герметичная калитка просто необходима. Она повышает комфорт передвижения в условиях осадков и низких температур, а также позволяет установить отопление, как бы герметизируя кокпит. Botlab Pro предлагает своим клиентам фирменную калитку собственного производства, но в данном случае она не требуется, производитель все предусмотрел. Переместимся на кокпит нашего судна. Пол палубы покрыт морским винилом Maridec. Botlab Pro не разделяет целесообразность винила как материала покрытия пола, ввиду трудоемкости его уборки. Простым керхером загрязнение удалить не получится, придется вооружиться щеткой и поработать вручную. Носовая и задняя фиш-платформы, а также борта лодки покрыты ковролином, так что в этих местах навести частоту будет на порядок, проще и быстрее. Кресла капитана и пассажира от американской компании Atwood, модель Centric. Светло-серый цвет идеально вписывается в интерьер судна. При желании можно установить сидения более высокого класса, но так как наш катер не подразумевает спортивную рыбалку, где сейчас в моде дальние переходы, то и сидения остались штатные. И капитанское, и пассажирское кресла мы оборудовали универсальными стойками Briss 2M российского производства. С ними передвижение по волнам на высоких скоростях станет заметно комфортнее. Кстати, в нашей лаборатории Botlab Pro подобные стойки имеются в двух вариантах расцветки – в хромированном и черном, и заказчик может выбрать цветовое решение, наиболее подходящее к интерьеру своего судна. А также мы рекомендуем клиентам еще одного проверенного отечественного производителя амортизационных стоек – SmartWave. С Алексеем, их создателем, мы уже не первый год сотрудничаем, и качество его продукции неизменно радует наших клиентов. Консоль капитана выглядит просто и функционально. Нет множества приборов, датчиков и кнопок, которые в изобилии находятся на капитанских консолях спортивных рыболовных лодок. Вместо классических круглых приборов мы вывели все показатели на экран карт Плоттера, а место, оставшееся свободным в конце сезона 2018, занял прибор от Garmin. Оно и понятно, ведь наша лодка – это член семьи, который доставляет удовольствие на любительских рыбалках и семейных прогулках, а не спортивная лошадка, призванная добывать кубки и медали на рыболовных соревнованиях. В то же время все линии конструкции плавные и закругленные, отсутствует угловатость, присущая консолям в лодках других производителей. Ну и все под рукой – USB-вход, датчик уровня топлива, кнопки управления оборудованием и звуковой сигнал. Ну и обязательный атрибут современных транспортных средств – подстаканник для напитков или мелочей. А под консолью мы компактно разместили всю электропроводку и блок предохранителей Blue Sea на шесть контуров. Наши электрики заботливо подписали каждый контур в этом блоке, что в случае выхода из строя группы каких-либо приборов многократно упрощает замену предохранителей. Все видно как на ладони и ясно, что к чему. Устранение неисправности в этом случае занимает считанные минуты. Пассажирская консоль включает в себя два бардачка, один из которых закрывается на ключ, нишу для мелочей и такой же подстаканник. Между прочим, биодизайн консолей на этой лодке мы обсуждали еще в 2017-м, во втором по счету выпуске Боатревью, вышедшем на нашем канале. Там мы даже сравнили этот дизайн с работами одного легендарного архитектора. В общем, ссылка появилась справа вверху, вы знаете, что делать. Под пассажирской консолью имеется небольшая ниша с сеткой, в которой можно держать мелкие вещи, например, перчатки или полотенца для рук. Такая же ниша расположена и под консолью капитана. Ну а по левому борту расположен палубный душ, вещь незаменимая для наших широт. Причем палубный душ уже идет в штатной комплектации. Все-таки лодка сделана в России и производитель позаботился об этой опции заранее. Управление лодкой с тяжелым мощным мотором требует определенных усилий. Лодка уже в базовой комплектации оборудована рулевой гидравликой итальянской фирмы Ультрафлекс. Эта опция позволила мастерам Боатла ПРО избежать лишней работы по демонтажу обшивки. Шланги уже проложены в корпусе от руля к мотору. Согласитесь, весьма приятно узнать, что производитель позаботился об этом. Отдельная гордость Боатла ПРО – это автономный бензиновый отопитель Vibasto Airtop 2000STC. Многим рыболовам непонятно, зачем на лодке отопление. Однако, порыбачив поздней осенью под проливным дождем и сильным ветром, по-настоящему оценишь домашний комфорт, забравшись в кокпит судна, накрытый тентом, где сухо, тепло и не льет дождь. Да и при дальних переходах в неблагоприятных погодных условиях отопление будет как нельзя, кстати. Незабываемый про проход борта, через который уходят выхлопные газы от сгорания бензина отопителя. Этот проход также от Vibasto, и для него пришлось просверлить корпус судна. Но у нас в лаборатории работают настоящие профессионалы своего дела, поэтому все вышло аккуратно и на загляденье. Но наша лодка все-таки приобреталась не только для прогулок на воде, ведь ее название FishPro говорит само за себя. В лодку мы установили легендарный Lawrence HDS 12 Carbon. Не забывайте, HDS Live выйдет лишь годом позже. Данный эхолот сочетает в себе ультра-четкий SolarMax HD дисплей с двухъядерным процессором высокой производительности. Огромный 12-дюймовый экран выдает картинку высочайшего качества, а информация с экрана читается под любым углом и даже под прямыми солнечными лучами. За работу эхолота отвечают два датчика, закрепленных на трансе. Первый – датчик эхолота Lawrence HTS WSBL принадлежит к линейке излучателей Skimmer. Skimmer выдает частоту от 83 до 200 кГц. Высокая частота сонара дает максимальный охват территории вокруг лодки, а низкая частота позволяет детально рассмотреть скопление кормовой рыбы, хищника или структуры. А на другой стороне транса расположился второй излучатель. Это датчик модуля Lawrence Structure Scan 3D, который позволяет рыболову видеть рыбу, структуру дна, коряги и водные растения в трехмерном изображении. Это дает наилучшее понимание, где конкретно находится интересующий нас объект по отношению к лодке. Однако не забываем, что лодка приобреталась именно с прицелом на универсальность. Для большой компании в North Silver Pro FISH 610 задняя фиш-платформа легко трансформируется в просторный диван, а на стойке из нержавеющей стали устанавливается пластиковая столешница. Остается накрыть ее легкими закусками, и полдник в семейном кругу доставит удовольствие и взрослым, и детям. Если же на повестке дня будет стоять не семейная прогулка с полдником на свежем воздухе, но активный отдых, столешница снимается, а диван складывается, освобождая просторную заднюю фиш-платформу. Стойка из нержавеющей стали Silver позволит закрепить фал и прокатить за собой лыжника или детей на ватрушке. Кренолиновые площадки позволяют нырнуть и охладиться в жаркий летний день прямо с катера, а лестница на одной из них позволит без труда забраться в лодку капитану и членам экипажа после купания. Отдельно хочется отметить, что абсолютно все петли на рундуках скрытые. Можно безбоязненно гулять по судну босиком, не опасаясь получить травмы от металлических объектов, выступающих над поверхностью фиш-платформ. На корме лодки находятся аж шесть рундуков. Самые крайние рундуки в лодке можно использовать как технические. В большом можно разместить набор инструментов или спасательные жилеты, ну а в маленьком идеальное место нашел для себя огнетушитель. Многие владельцы катеров пренебрегают этим предметом, устанавливая огнетушитель в лодку лишь на момент прохождения ТО. Своим клиентам Boatlab Pro настоятельно рекомендует придерживаться техники безопасности всегда и предлагает надежные огнетушители, способные справиться с возгораниями таких сложных тлеющих веществ, как резина, пластик, бензин и дизельное топливо. Также на корме находится лайвал объемом 120 литров с двумя независимыми люками. Плюс к этому он разделен сменной перегородкой, которая позволяет в одном лайвале держать и живца, и пойманных на него хищников. В одном из рундуков мы разместили AGM аккумулятор DK8A31DTM на специальном поддоне, закрепленный стяжкой, минимизирующей влияние качки на его работу. Чтим технику безопасности. Перемещаемся на носовую палубу. Она весьма просторна, включает в себя три рундука, площадку для установки троллингового мотора с функцией GPS-якоря и велосидение на стойке Springfield Plug-in Cade Air. Стойка позволяет регулировать сидение по высоте от 55 до 73 сантиметров, давая рыболову возможность подстроить его под свой рост. Boat Lab Pro является дилером компании Mercury, поэтому основным двигателем нашей лодки мы выбрали мотор Mercury F-150 EX-L5 EFI. Это новейший на тот момент лодочный мотор объемом 3000 кубических сантиметров и передаточным отношением 1,92 к 1. Мотор отличается компактными размерами и малым весом, всего 206 килограмм, что для двигателя его класса является очень хорошими показателями. Малые габариты мотора позволяют устанавливать мотор-докатку или телескопический якорь. Места на трансе хватит всем. Штатный грибной винт мотора мы заменили на винт от Michigan. Ballistic 3 Blade SS диаметром 14,5 дюймов с 19 шагом и втулкой Michigan Wheel XHS Solid Hub Merck. Клиентам нашей лаборатории мы настоятельно рекомендуем использовать грибные винты именно этого производителя, ведь давно проверили, с ними мотор полностью раскрывает свой потенциал. Все топливные магистрали и проводка упакованы в фирменную гофру Буатлаб Пропа цвет мотора. Кевларовые шланги гидравлики в специальную защитную спираль. Все получилось аккуратно и компактно. Управление мотором реализовано с помощью врезного контроллера Газреверс компании Систар с возможностью управления тримом. Ручка контроллера выполнена в анатомическом стиле и идеально ложится в ладонь. По правому борту под капитанской консоли мы установили панель управления трима Active Trim Mercury 150 HP. Данная система автоматически выставляет оптимальное положение трима, исходя из скорости движения и оборотов двигателя. Это позволяет максимально повысить скорость движения лодки и оптимизировать расход топлива. А для удержания нашей лодки на выбранном месте потребуется серьезный якорь. Поэтому на нас лодки мы установили троллинговый 36-ти вольтовый моторгайд XI5 с длиной ноги 152 сантиметра и заявленной тягой в 105 либров. Основным предназначением данного девайса является удержание лодки на точке и с этим он справляется на отлично. Потребность в якоре практически полностью отпадает. XI5 надежно удерживает лодку в выбранном месте при любой волне и на любом течении. Специалисты Boatlab Pro категорически не рекомендуют транспортировку лодки с установленным на ней электромотором. Дорога полна неожиданностей, а Моторгайд вещь весьма дорогостоящая и требует бережного отношения. Для быстрого монтажа или демонтажа электромотора мы установили съемную опору слайдер. Перед погрузкой лодки на прицеп мотор снимаем, а после слепования устанавливаем. Все быстро, надежно и главное безопасно для нашего длинноногого помощника. В качестве стабилизатора троллингового мотора выступает Rem Mount Ram 108. Он надежно удерживает штангу при движении по волнам, защищая электромотор от повреждений. Для установки стабилизатора тролл-мотора нам не пришлось сверлить отверстие в борту катера. По периметру всего борта проходит так называемый Т-образный профиль для установки различных аксессуаров. Именно для таких случаев придумана база Rem Mount для крепления в борт. Через ее полуторадюймовый шар можно смонтировать любой кронштейн-рам, предназначенный для этого размера. Т-образный болт после ослабления дает возможность свободно двигать систему вдоль борта, а при необходимости ее легко и быстро можно демонтировать. Кстати, таким же способом, не делая никаких отверстий в корпусе судна, мы установили внешний GPS-модуль со встроенным компасом Lawrence Point 1, отвечающий за работу навигационных приборов в лодке. Как мы уже не раз рассказывали в своих предыдущих проектах, установка внешнего GPS-модуля дело ответственное и хлопотное. Чтобы правильно смонтировать такую таблетку, специалистам Boat Lab Pro приходится побегать по кокпиту с компасом, определяя наилучшее место для ее установки, где магнитные помехи от находящихся в лодке электронных устройств не будут влиять на показатели. В нашем случае идеальное место, наконец, нашлось на левом борту, и модуль был установлен, разместившись на специальном кронштейне. Ну и раз уж мы заговорили о бортах лодки, то нельзя не отметить установленные в них швартовые утки в количестве шести штук, то есть по три с каждого борта. На них мы разместили шесть надувных кранцев Истернар, которые, к сожалению, не попали в наш фотоотчет. Кранцы позволяют безбоязненно швартоваться к деревянным или бетонным причалам, не опасаясь повредить лакокрасочное покрытие корпуса. В походном же положении утки убираются внутрь планширя. Между капитанской и пассажирской консолями расположился рундук для хранения удилищ. В закрытом положении он является подиумом-ступенькой для прохода на носовую палубу нашей лодки. А внутри, отодвинув заслонку, мы видим группу тяговых AGM-аккумуляторов дека в количестве трех штук, таких же, как тот, что мы встретили в одном из рундуков задней фиш-платформы. Они отвечают за работу электромотора с функцией якоря. Каждый аккумулятор установлен на отдельный поддон дека размером 350 на 190 мм и закреплен стяжным ремнем, обеспечивающим надежную фиксацию. А если заглянуть чуть дальше, то мы увидим так называемый альтернатор – зарядное устройство Минкота МК-3DC, отвечающее за зарядку наших АКБ, а кроме того, позволяющее направлять избыток энергии генератора маршевого двигателя на группу тяговых аккумуляторов. Для движения по воде в темное время суток в лодку мы установили светодиодный двухрядный прожектор мощностью 72 ватта. Прожектор зафиксирован на крепление RAM-маунт, позволяющее регулировать направление пучка света. Теперь путь к местам ночного выхода судака или же просто ночные прогулки будут намного безопаснее. Ну и какое же перемещение в тумане без судового горна? На все лодки, выпущенные из доков Boatlab Pro, мы устанавливаем горной фирмы Истернер. Несмотря на компактный размер, горный Истернер дает мощное звучание, обеспечивающее безопасность нахождения лодки на воде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Аудиосервер Lowrance Sonic Hub 2 специально разработан для установки на лодки и катера. Он имеет встроенный Bluetooth, позволяющий выводить музыку со смартфона или планшета, а при подключении через сеть не имея 2000, есть возможность управлять аудиосистемой с установленного в лодке Halota Carbon 12. А выведенный на консоль капитана USB-вход позволит включить любимые мелодии с внешнего носителя или просто использовать его как зарядное устройство, если бедный телефон уже устал фотографировать пейзажи. Чтобы перемещать нашего друга семьи, нам потребуется двухосный прицеп MZSA. Однако стандартная комплектация этого прицепа претерпела серьезную переделку в наших доках. И первым делом мы полностью заменили внешние световые приборы на прицепе и установили водонепроницаемые светодиодные фонари. Теперь владелец может не волноваться при слеповании лодки, вода не попадет в корпус фонаря и не нарушит его работу. Также мы установили нашу фирменную защиту габаритных огней от камней, летящих из-под колес автомобиля. А для обеспечения легкого и безопасного слепования лодки на прицеп мы установили наши лыжементы с роликовой системой спуска и подъема BLP Easy Launching. Эта система позволяет без труда осуществлять спуск и подъем лодки даже в походных условиях и на необорудованных слипах. Сдвоенные ролики, покрытые пластиком, обеспечивают больший контакт с днищем и не повредят его в процессе слепования лодки. От правильности закрепления лодки напрямую зависит ее сохранность и вообще безопасность дорожного движения. Специалисты Boatla Pro рекомендуют закреплять лодки не только от скольжения вперед в упор на прицепе, но также в вертикальной плоскости для предотвращения прыжков лодки во время транспортировки. А еще две точки крепления удерживают катер от сползания по лыжементам. С подобной задачей отлично справляются стационарные фиксирующие стропы G2 американской фирмы Cargo Buckle. С 2018 года Boatla Pro наладила выпуск стационарных фиксирующих строп под собственным брендом. Они значительно дешевле американских аналогов, а по качеству им ничем не уступают. При закреплении лодки таким образом минимизируется повреждение стропой корпуса лодки, транспортировочного тента, бортов и прочего оборудования. Как видно на фотографии, стропа касается корпуса лишь в одном месте, а оно в свою очередь защищается мягким материалом. Вот таким интересным получился проект, созданный с нуля в нашей лаборатории. Остается облачить его в транспортировочный чехол, сшитый именно для него в Boatla Pro, и пожелать его владельцу 7 футов под килем и попутного ветра. Расставаться с нашим детищем всегда тяжело, но мы уверены, что он попал в хорошие руки и стал полноправным членом семьи. А если и вы тоже хотите, чтобы мы подобрали оптимальный корпус именно для ваших условий рыбалки, экспертно оценили набор необходимого рыбопоискового оборудования и, конечно же, установили все, что вам нужно для вашей рыбалки и отдыха, напишите запрос в комментариях прямо под этим роликом или просто звоните по номеру, который вы сейчас видите на экране. Мы всегда будем рады вам помочь. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был Кирилл и Boatla Pro. До встречи!